Прививочная кампания в Ямальском районе продолжается. Теперь животным ставят вакцину от овода. Зоотехники оленеводческого предприятия Ярсалинская после короткой передышки снова вылетели в тундру. Задача специалистов – обработать оленей, принадлежащих оленеводческому хозяйству. Кроме того, уже сделаны прививки против чумы и бешенства оленегонным собакам. Для коллективных стат обработка оленей против подкожного овода обязательно, а вот частник решает сам, необходимо это или нет. Поэтому число оленей, подлежащих обработке в тундре, неизвестно. Чтобы оленеводы-частники самостоятельно могли вакцинировать свои стада, ведь врачи зоотехники общин раздают им лекарства. Сейчас плановое мероприятие – это прививки против подкожного овода. Некоторые бригады привили, некоторые из-за того, что привали от сибирской язвы, их немножко взвинулись, но попозже. Сейчас будем выезжать в свои бригады. Корали действуют на порте Хидва, на Хариуми, на Аня-Арнянт. Значит, четыре корали. Вот в прошлом году подключали еще панаевский кораль. О зоотехнике панаевского хозяйства уже поставили прививки животным от подкожного овода. Для этого были задействованы все восемь коралей. Немного сложнее самому северному оленеводческому предприятию «Ямальское». У хозяйства всего один кораль для проведения прививок. Чтобы привить 680 голов, сейхинским зоотехникам требуется около недели. В то время как Ерсалинские то же количество оленей прививают в течение нескольких часов. А так как некоторое время назад была проведена прививка от сибирской язвы, и между разными вакцинами должен быть промежуток. Поэтому прививочные мероприятия у МОП «Ямальское» пока откладываются. Субтитры создавал DimaTorzok